так друзья ехали ехали и наконец приехали в городе каменск-шахтинский есть вот такой вот музей я все время проезжаю мимо него и думаю блин когда-нибудь я буду с детьми и когда-нибудь я сюда заеду а это оказывается отель сейчас снимем что внутри вход 300 рублей но ребенок соответственно бесплатно погнали попадаем на территорию музея и вот пожалуйста вот он какой-то железнодорожный вагон тут все написано блин это можно реально весь день ходить гулять этот броневик скорее всего на котором ленин ба-10 gd тоже можно про него все почитать парк патриот все тоже про него написано но это это бронепоезд офигеть mi8 там брдм и всякие пушка расписаны под хохлобу или под джель короче погнали да у меня тоже глаза разбегается сынок подожди давай по 8 осы на луазики гоняет санитарный уазик а уазик луазик луазик да это луаз так вот легендарная тридцать четверка тридцать четыре тире восемьдесят пять но я не знаю что такое 85 сейчас секунду давай по порядку вот здесь корректировку нужно нести это не брдм брдм 1 стоит в начале это брдм 2 ребята если видите это видео исправьте или я напишу в комментариях т-18 танк 28 по 31 год конечно сейчас все посмотрим сынок ба-3 м это такая же машина как там на рельсах стоит только вот это без рельс сынок вот такая же машина на рельсах стоит помнишь вот ба-64 подожди а8 они выпускались в тридцать первом году разработались до сорок третьего года так ба-20 вот такая вот машинка сына заинтересовал также бронепоезд есть прям кри азотом воняет прям шпалами все как на а это какой поезд как ты думаешь там танки поезд вот здесь зенитное орудие стоит на борту поезда также такой же как там ребят не успеваю снимать только всего тут вообще тут реально надо заходить и полдня просто изучать все это гулять смотреть блин тут всякие эпохи войны там вот здесь например этой экспозиции это воинам интернационалистам посвящается здесь в том числе танк т-72 который до сих пор на воду бмп-1 бы короче здесь очень много машин который до сих пор на вооружении вот этот экземпляр прилег мое внимание значит от дтшки полностью отвал вот вся вот эта система гусеницы вот это вот это от по моему москвич 401 до морда тоже 401 москвича длиннющий капот и вот какая-то такая вот машина тут тросов тут что-то типа кустореза такого такой отвал но про него про него к сожалению ничего не написано что за машина какие-то выпуска какая цель и так далее вот и вот такая вот роторная штука роторный траншей копатель по моему это называется тоже инженерная машина я же служил в инженерных войсках это все меня очень близко вот тоже траншей копатель его короче вот это вот эта вся система вот вот эта вся выставка посвящена инженерным войскам в том числе впереди там понтон и капец что у сына глаза разбегается что у меня тут я столько всего хочу ему рассказать он бегает от машины к машине так что это правильно как называется btm 3 задача быстроходная траншейная инженерная машина все правильно так а вот это роторный или шнековый как он правильно называется mdk2 так машина для отрывки котлованов принято на вооружение шестьдесят втором году отрывки окопов и укрытий для техники а для техники да такие большие окопы вот такие экскаваторы у нас были на базе краза вот такие окрасы были у нас понтоны вот 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 эти все машинки были я уже все позабывал и мэр инженерная машина разграждения о сын у меня свалил вот такой танчик интересный с такими винтами да сейчас дойдем до авиации с но недавно кстати наш профессиональный праздник был день авиации я нас с тобой с этим поздравляю вот это экспозиция для воинов-интернационалистов то есть эти все машины они на вооружении до сих пор ну за исключением нескольких там брдм-2 вот она не кстати вот здесь правильно написали брдм-2 а там почему-то просто брдм написали вот она красавица с пушкой с пушкой с пулемета пк т это инженерная машина на базе т-62 это разминирование скорее всего т-72 он на вооружении до сих пор стоит т-60 тоже на вооружении нас стоит первой мировой войны войне посвящена выставка это вот самый первый танк в мире который благодаря которому танки назвали танками это по моему английский танк уже не помню сейчас тоже на почитать вот это уже современная техника вот она . у это шилка зенитная такая разрушительная машина которая до сих пор на вооружении в чечне она очень плотно использовалась так сау нона но это бмд этот боевая боевая машина десанта не знаю почему сау нона называется так брм-1 ну брм-1 это та же самая бмп только с другим вооружением это скорее всего сау какая-то гвоздика 2 с 1 гвоздика самохода до сау вот бмдс ко мне очень нравится боевая машина десанта почему-то она она здесь называется не знаю чем разница напишите в комментариях вот это такая такая маленькая такая машинка прикольная вот загрузка у нее десанта отсюда с этого люка ну шилка конечно очень мощная штука против она он что против авиации что против пехоты очень круто работает там дома на хорошо разбирает танк покрашенный раскрашенный под хохлому или под джель блин столько всего вообще ребята очень круто офигеть конечно в респект тем людям которые вообще все это создали да вот здесь еще такой вот есть закрытый комплекс туда бы конечно с экскурсии сходить опять здесь продолжение этого чисто чисто уже великой действенной войны тематика за исключением не 8 тир фаер так там еще через вот через дорогу там отель продолжение этот же отель его продолжение вот блин как офигенно все какие молодцы вообще кто это создал это пипец как круто какую сколько удовольствием получили вот мы забежали здесь его на полчаса пробежаться а уже столько всего столько энергии короче парк этот на запуск работает до 8 ну до 200 а на выпуск работает до 20 23 00 то есть 8 зашел и три часа у тебя есть грубо говоря чтобы здесь побыть вот это павильон внутри который находится вот здесь физеляш вертолета ми-8 детские качели гордей тут уже пристроился машинки это послевоенные вот это военные зис 5в вот этот стоит все баде омске перед вторым корпусом института который я дважды закончил конечно классно там прям музей музей великой отечественной войны туда бы конечно с экскурсии также здесь есть огромный тир фаер так всякие памятники это артиллерийская часть выставки кафешки само собой короче друзья сюда прям вот реально приехать сюда в отеле остановиться и покайфовать тут полдня походить узнать что-то новое или вспомнить уже известное что нашел что нашел где вот это вот инженерная машина давай узнаем как она называется она может на своем борту перевозить грузовики это птс-2 птс-2 такую большую ты что это вообще супер негабарит где на ней ездить это шишига газ 66 вот тут грузовик ты имеешь ввиду или вот эти вот понтоны которые здесь стоят гусеницами это гсп они тоже не говорит тут единственное что есть габарит на это такой большой большой ты любишь все большое хорошо хорошо тебя с батей когда папе совсем становится не в моготу мы встаем где-нибудь есть на площадочке у дороги папа немного спит потом гордей просыпается и требует чтобы папа срочно ехал дальше да сынок в очередной раз произошло то же самое все собираемся поднимал полчасика едем дальше